Чистая вода с подачей без перебоев. Еще несколько месяцев назад говорить об этом жителям Первомайска не приходилось. Из крана лилась ржавчина, а до верхних этажей вода и вовсе не доходила. Давления не хватало. Сейчас ситуация изменилась. Старые трубы заменили. Улица Садовая, поселок Первомайск. Дома здесь преимущественно многоэтажные. Жители рассказывают, с водоснабжением были большие проблемы. На старых водопроводах трубы были ржавые, уже накипь и вода была с осадком. Другие отбывали, что из-за застоя маленькие чавички проходили. Строили трассу еще в советское время. Находилась она на балансе местного ЖЭКа. Капитальный ремонт не производился. Более того, после передачи объекта предприятию водоснабжения и водоотведения выяснилось, что даже схемы расположения труб нет. Специалистам пришлось чертить ее заново, следуя от коллектора к коллектору. Насчет порывов что? У нас порывы были частенько, потому что трасса старая, и все уже чеканки были гнилые. Часто, как повыросло давление, сразу у нас были порывы. Трудно было подать воду на 9-10 этажи. В прошлом году два порыва было 31 января. Пол-11 мы закончили последний порыв в воду 24 дома. В поселке у водоканала свыше 2,5 тысяч абонентов. Из них 760 живут в частном секторе. Остальные – жильцы многоквартирных домов. Протяженность всей сети – 80 километров. К замене труб приступили в июне этого года в рамках инвестиционной программы. Масштабную работу выполнили своими силами. Что важно, предприятие перешло на новую систему очистки воды. Вместо хлора теперь используют ультрафиолет. Мы сделали ремонт плараторный и установили такой агрегат ультрафиолетовый, для того, чтобы вода очищалась. И я думаю, что это наиболее современная установка. Оборудование автоматизировано, оно работает самостоятельно, без вмешательства. Есть пульт управления. Коснется модернизация и насосная станция. Необходим демонтаж старого оборудования. Кроме того, за счет сэкономленных средств на ремонте трассы по улице Садовой, водоканал планирует приступить к аналогичным работам по улице Ленина. Если позволит погода, признаются мастера, работы произведут до конца года. Ирина Полесико, Павел Божонко, Первый Приднестровский. Павел Божонко, Первый Приднестровский.